здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья только что в сети появилась информация о том в каком состоянии сейчас находится алексей навальный что ждет его какая реабилитация ждет его и вообще но выживет в конце концов он или нет информация друзья это следующее алексей навальный алексей навальный выживет но будет долго недееспособен об этом заявил глава нко который перевозил политиков немецкую клинику об этом немецком таблоиду билд заявил якоб бизель основатель организации кино во имя мира которая организовала транспортировку политика немецкую клинику по словам бизеля причина состояния навального отравление ядом а не гипогликемическая кома о которой говорили омские врачи навальный выживет после отравления но будет недееспособен в течение нескольких месяцев сказал основатель организации кино во имя мира якоб бизель омские врачи нашли в анализах политика алкоголь и кофеин 22 августа утром алексея навального перевезли из омской бсмп-1 берлинскую клинику шарита вот такая вот друзья информация и как заявляет сам якоб бизель а эта информация не просто придумано кем-то то есть это она взята у врачей то есть так предполагают врачи в ближайшее время они должны будут выступить а с конкретными заявлениями то есть с официальными заявлениями по поводу состояния алексея навального также он полагается на те случаи на подобные случаи которые уже были то есть с отравлениями и люди потом долгое 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 время не могли восстановиться то есть там с памятью были какие-то проблемы но и в целом это такое тяжелое потрясение для организма вот но меня в данной ситуации конечно очень радует что появилась информация что алексей навальный поправится ситуация с ним она тихоньку потихоньку стабилизируется понятно что а в данной ситуации это будет восстановление не один месяц не два месяца возможно даже там в районе полугода может быть чуть больше алексей навальный сейчас находится в германии на определенных но скажем таких серьезных условиях так как документально это провести было в кратчайшие сроки очень сложно там беженец он ли он или не беженц либо еще кто то то есть ему присвоили статус следующий он является гостем канцлера германии вот и в связи с этим связи с этим ему предоставили максимальную охрану то есть больница она максимально сейчас отцеплен на каждом этаже находятся полицейские немецкие полицейские от больницы также отцепленным туда никто не может подойти просто так то есть всячески всячески ну скажем максимальные меры безопасности потому что немецкие власти выступали также и manuel макрон выступала с заявлением что это не просто так это отравление не заявляют напрямую и они предполагают что возможно будет какое-то давление Может быть, там физически как-то попытаются повлиять на Алексея Навального. Примеры в нашей истории такие уже были, когда где-то там человек находится за границей, но с ним случаются непонятные страшные вещи, то там полоний, то еще что-то такое происходит. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я сейчас веду речь. И вот чтобы такого не произошло, потому что в данной ситуации вот эти вот европейские СМИ, обратите внимание, друзья, наши СМИ все пишут про властные, они не пишут, это оппозиционный политик, обратите внимание, они пишут, блогер Алексей Навальный. Ну что такое блогер? Нет, он в первую очередь оппозиционный политик, а может быть процентов на 10-15, да, он является каким-то блогером, потому что у него есть своя страница в интернете. Странно, конечно, почему у нашей правящей элиты нет таких страниц в интернете, потому что, мне кажется, это на данный момент неотъемлемая часть жизни. У Алексея Навального она была, и он был прозрачен для нас, мы конкретно видели, чем, как он и где занимается. И европейские СМИ, они напрямую говорят, что нет, это не блогер, это оппозиционный политик, которому угрожает опасность, на которого может быть произведено давление, то есть это была попытка ликвидации, а совершенно не то, о чем сейчас заявляют там, скажем так, омские врачи, не знаю, там они сами эту версию придумали или нет, мне кажется, что это, конечно, они придумали эту версию совершенно не сами, потому что, ну, это бредовая версия, мне кажется, кроме омских врачей, в это никто не верит совершенно, но я больше чем уверен на 100%, что и омские врачи-то в это не верят. Чтобы мы поверили в эту версию, что якобы, да, у него были какие-то проблемы со здоровьем, заявлялась информация, что он злоупотреблял и алкоголем, Алексей Навальный, и кофеин там был, но хотя кофеин, он бывает в простом энергетике, насколько мне известно, даже если он выпил баночку перед сном, даже две, если баночки, чего там такого плохого и здоровый организм человека, он ни в коем случае никогда вот так вот не будет себя вести, как повел организм у Алексея Навального. Естественно, это было отравление, и говорить об этом уже нужно напрямую, мне кажется, любой думающий человек это прекрасно понимает и не верит в то, что предоставляют нам официальные провластные источники. Поэтому, друзья, как бы там ни было, как бы там ни было, ну, хорошо, что есть надежда на то, что у Алексея Навального будет все хорошо, он восстановится и будет дальше продолжать вести свою деятельность. Также в Германии сейчас рассматривается такой вариант предоставить Алексею Навальному политическое убежище, то есть, ну, это он уже сам будет решать, будет он принимать этот статус политического беженца или нет, потому что те же самые немецкие власти и европейские власти предполагают то, что, ну, в России Алексею Навальному сейчас будет находиться небезопасно, небезопасно. В принципе, Алексей Навальный и сам годом ранее заявлял, у него спрашивали, как вы считаете, а вы в безопасности, то есть, уровень безопасности каков вас? Он сказал, что, ну, он очень низкий и есть большие риски, что со мной что-то хотят сделать. Ну, и вот, как мы видим, все-таки сделали. Раньше просто обливались зеленкой, там еще что-то сделали. Ну, в камере также подстраивали там какие-то вещи, что у него аллергические, аллергические реакции начинались. Вот, ну, а теперь уже люди пошли наиболее такие серьезные шаги и какое решение Алексей примет. Даже если он примет статус беженца, я, в принципе, его осуждать за это не возьмусь, потому что, ну, в принципе, жизнь как бы своя и своих близких, она, мне кажется, дороже всего остального. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok